Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами поговорим о том, как сохранять энергию, всегда быть в ресурсном состоянии и чувствовать спокойствие на душе. Примите удобное положение, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, выдох, еще один глубокий вдох, выдох, расслабьтесь и просто послушайте. Чтобы находиться в ресурсном состоянии и сохранять энергию, нужно следовать следующим правилам. Отпускайте токсичных людей и негативные ситуации своей жизни. Не прокручивайте возможные варианты событий. Случилось так, как случилось. Когда сложно отпустить, задавайте себе два вопроса. Будет ли это важно для меня через пять лет? Сегодня вечером я улетаю на Бали или возьмите какое-то любое другое место. Возьму ли я эту негативную проблему или этого человека с собой? После этих вопросов отпустить токсичного человека или ситуацию станет гораздо легче. Правило второе. В конце каждой недели отвечайте себе на важные, но весьма неудобные вопросы. Что я изучил на прошлой неделе? Какое самое большое достижение за эту неделю? Даже если это дело касается какой-то небольшой мелочи. Какой момент на этой неделе был самым незабываемым и почему? Потратил ли я на что-то время впустую? Если да, то на что? Далее. Следите за своей внешностью. Всегда будьте готовы к новым достижениям и неожиданным встречам. Например, если вы вышли в магазин и встретили свою судьбу. Вы же не скажете ей «Здравствуйте» в голове не укладывается. Мечтал о встрече с вами всю жизнь. Только вы извините, сегодня я не очень хорошо выгляжу. Плюс ко всему, с эзотерической точки зрения, когда человек следит за своей внешностью, то есть физическая энергия приходит к балансу, к гармонии. Соответственно, и внутренние наши потоки, ментальные, астральные, тоже тем самым вытягиваются и приходят к гармонии. То есть можно воздействовать как изнутри, так и снаружи. Следующее правило. Не жалуйтесь на судьбу. Молча встаньте, идите и делайте все, что для вас сейчас необходимо. Путешествуйте. Желательно два раза в год отправляйтесь туда, где никогда не были. Путешествия помогают обрести себя и посмотреть на любую ситуацию и на себя в том числе иначе, с другой стороны. Следующее правило. Позвольте себе делать ошибки. Что-то упустили? Не упустите урок из этого. Ошибка – отличная возможность для развития. Развивайте свою индивидуальность. Вы такие, какие есть. Ни с кем не соревнуйтесь, кроме себя в прошлом. Никогда себя ни с кем не сравнивайте, кроме себя в прошлом. Принимайте решения самостоятельно. Как говорится, не готовьте по чужим рецептам. Принимайте свои решения за себя сами. Никому не навязывайте своего общения. Мир огромен. В нем точно есть тот, кто будет счастлив и рад, получая именно ваш взгляд, улыбку и смс. Следующее правило. Желательно медитируйте каждый день, утром, либо вечером. Хотя бы по 5-10 минут. Учитесь расслабляться и концентрироваться. Это очень помогает для нервной системы. Улыбайтесь, если кто-то вышел из-под контроля, даже тогда, когда происходит то, что вы не планировали. Все равно улыбайтесь. Помните, не получить желаемое иногда и есть везение. Учитесь говорить «нет». Не бойтесь отказывать. Если вы не желаете или не хотите совершать какой-то поступок или визит вежливости. Нет, значит нет. Оценивайте каждое произносимое слово на правдивость, полезность и доброту. Говорите, по сути, ничего лишнего. Не сплетничайте, не жалуйтесь, не лгите. Лучше промолчать, когда сказать нечего. Думайте, прежде чем принять решение. Оцените его стоимость и варианты, алгоритмы. То, что произойдет, когда вы примете это решение. Если вас угораздило сильно на кого-то разозлиться, подождите прежде 24 часа, чем ответить. И вы удивитесь, что вы ответите этому человеку совершенно иначе, чем на эмоциях. Старайтесь быть независимым и самодостаточным. Ваше счастье зависит только от вас, а не от того, как думают или поступают другие люди. Уважайте себя и других. Человек все выбирает сам. Не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются. Не заглядывайте в чужую жизнь мыслями и словами. Не упускайте из вида свой выбор. Знайте, что наша свобода заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. Действуйте исключительно внутри собственной сферы влияния. Не беспокойтесь о том, на что вы повлиять не можете. Если, конечно, это проблема, которую вы можете решить, тогда обязательно ее решайте. Бывайте на свежем воздухе каждый день вне зависимости от погоды и настроения, потому что природа очень сильно помогает нам гармонизировать все наши потоки энергии. Верьте в себя, в свои мечты и идеи. Время линейно. Они уже осуществились. Остается только подойти и взять, выбрать то, что вы запланировали. Развивайте свои таланты. Помните, они у вас есть. Просто откройте глаза и посмотрите на то, что вы делаете каждый день с легкостью и радостью. Будьте ответственны за свои слова и поступки. Ваши слова имеют огромную силу, особенно ваши обещания. Они никуда не деваются и остаются в вашем биополе. Поэтому прежде чем кому-то что-то обещать, трижды, а то и более подумайте. Будьте верными людям, принципам и выбору. Быть верным – неврожденное качество. Это решение. Если есть дело, работа над которым займет меньше трех минут, его следует выполнить незамедлительно. Не откладывайте в долгий ящик дело своей мечты. Туда давно уже ничего не помещается. Всего три минуты в день, и через год вы продвинетесь весьма далеко в своих мечтаниях. Следите за своим здоровьем. Оно у вас одно. Впереди у вас совершение. Здоровье понадобится для их реализации. Спорт, йога, медитация, правильное питание, общение с позитивными людьми. Проверьте, это работает. Обретите внутренний покой и гармонию. Потому что истинная человека, сила, проявляется не в порывах, а в спокойствии. Примите факт, что прошлое в прошлом. Просто извлекайте опыт, отпустите обиды, и идите дальше. Вам станет от этого легче. Правильно и верно расставляйте приоритеты в каждой ситуации. Всему свое время и место. На первое место ставьте самое важное, что для вас имеет место сейчас. Все остальное подождет. Побеждайте свои страхи. Ведь страх – это иллюзия. Как правило, наши страхи никогда не сбываются. И главное, никогда не сдавайтесь. Настойчивость и упорство всегда вознаграждаются. Ведь побеждает, как правило, не самый талантливый, а самый упорный, который делал что-то в то, что верил сотни и сотни раз. Удачи вам, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok